всем привет сегодня у нас замена выпускного коллектора на т.м. 7 мы с напарником уже старый сняли тут установили заглушки на новый перекрутили сейчас будем пытаться ставить давай преподали а потом посмотрим насколько он хочет пока что красиво единственно что перевешивает так а если с этой стороны мы поставим тогда туда будет да а что лучше ну давай тогда вера раз так лучше что-то слишком круто слишком круто но главное что у нас планчики хорошо так а резинки новые где там наверху все так вылета я надеюсь хватит да как инструмента здесь у нас никакого не осталось чтобы что там понадобится и нам наверно по-любому его надо забирать потому что здесь уже крутить нечего шайбочки нам тоже заберем там нам понадобятся они тоже думаю что все слушая ленту мы будем наматывать на эти или все-таки из резины вырубим посмотрим на пробочке а где-то там наверху говорит положил потом весной найдем коля ты чего там дуешь а коля ты что там дуешь нам в морду прямо в морду нам дуешь пылью нехороший человек так ну что пока что сюда слушай надо графеточкой намазать шарконуса и резьбу немножечко чтобы вот так какой шамутовый на месте должен быть да я внутри там задайку возьмемся его надо туда сдвинуть ну наверно да совсем снять не получится нам кто ты наверно а почему не ты ты не мог так так плохо поставить да интересно провернется дюрит нет дюрит если что это на железнодорожном жаргоне это шланг резиновый да ну давай посмотрим представь что ты на мотоцикле едешь давай рукой ляп газу вы намного не пришли что мы сейчас посмотрим в принципе прошлый раз его меняли мотоцикл не той системы получается слушай как он приварился приварился я так понимаю уже надо новый ставить да ну тогда давай снимай его и потом насадим новый труба у нас немножко дает если что там он подвеску если что отдадим короче срезаем его к черту и потом по месту поставим новый а пошел все таки когда решили снимать или снимаем давай новый поставим кусочек труба у нас дюймовая по моему да 32 дюрит пойдет как раз я думаю что к этому вопросу уже не скоро в следующий раз вернемся камеру немножко поправить так что не хочет сниматься до интересно там бабушка есть на конце или нет что режем сниматься не хочет знать что то есть на конце нельзя сказать что он старый вроде ты меняли грыжи до прошлый раз его или позапрошлый тогда лучше поменять а чё ты так под углом не хочешь я обычно их под углом режу маловато будет на быха хотел поближе подержать думаю сейчас ты меня как пол клешни оттяпаешь лучше вообще убрать зараза какая толстостенный такой с одной стороны хорошо долго служит а с другой хрен снимешь там до металла надо достать трубу не разрежь больно ножик хорошей пошла мазута а сейчас то чего надо не хочет он уже ничего вот так я думаю нам расстояние позволит потом поставить все это я думал милая труба нет ничего ничего страшного да фух ну что попробуем так вот здесь надо бы еще немножко там вроде бы одна только осталось две были на коллекторе обязательно перед установкой новых прокладок почистить почистить немножко графиточкой чтобы не закипали чтобы не закипали закипали вот так ну что кака была ну что ты сюда пойдешь я туда как снимали ну давай все равно тогда а резинки резиночки оденем давай мне а мы посмотрим как они там сидят если они не упадут не слушание с таким натягом туда здесь специальная втулочка забивается и резинка одевается на втулку потому что если эту втулку не поставить резинка может сместиться и во время когда будем обжимать фланец она может внутрь уйти там или наружу другую сторону это втулочка как бы ее центрует эту резинку так ну чё надо майна здесь пульта а без разницы хорошо она там сидит видишь не надо ее клеить соскочить не должна а это знаешь втулочки хорошо торчат оттуда до высокие а какие-то втулки были они там еле-еле оттуда видно их вот тогда мы клеили или они подгнившие были я не помню кто-то там застрелился что-то готова ну что так а тут сколько у нас минут 15 ушло до наживить болты эти давить давлю я не знаю как уже давить сильнее уже не могу надо чуть-чуть высунуть захватывает он там планец вот если сорвется будет тебе апперкот не идет елки-палки может отдохни может пару болтов судим в другом месте где-нибудь там сзади спасет нас это не конечно везде везде пойдут так вот везде пойдут а вот этот самый главный который здесь свободно а с той стороны а с той стороны не идут видишь сначала надо поставить самые неудобные болты подтянуть эти болты ну не факт он вывернет его тогда ну может быть не может а точно ну давай немножко я сейчас буду сюда этим держать а ты немного подтяни вот не знаю ближний что ли фланец запустили я сейчас не могу слегонца так ну ты почувствуешь как он пойдет думаешь так я сейчас надавил не знаю как вот я смотрю на твой свет фонарика и отверстия здесь совпадают прекрасно но они и совпадали а вот задние этот болт пока не идет уже подтяжка пошла да или еще нет ну вот он ходит немножко видишь ходит ходит и уходит а болт не заходит да немножко он под углом получается а вот вроде пошел вера немного но нет не идет я уже не знаю больше тянуть нельзя наверное у меня уже затяжка подержится а задние не идут болты задние не идут болты а что за елки-палки а слушай пробки здесь хорошо закрутятся а вот он как шевелится я подожди я могу еще подтянуть не надо тянуть нет не могу давай-ка давай-ка я надавлю что ты попробуй опа лазит ну что он хочет слушай а туда что-нибудь можно засунуть вообще посмотреть ну он немножко хочет туда болт там вообще хороший может быть вроде как должен идти а не идет давай я еще раз двону ну обрадуй меня ну давай я давану смотри крутится ну смотри сейчас ты меня будешь радовать сегодня или нет а мне уже сил нет держать я тебе что гирокакал ну давай еще маленько секунд 20-15 осталось 10 короче он немного под углом надо тебе болты вставлять это хреново ну скажем так задние я думаю можно вставить под углом под углом я вижу отсюда думаешь надо коллектор ну а задние болты ну-ка дай как мне болт давай рискнем вставляя оттуда болты да да они так были надо же чтобы эстетика была в работе слушай а вот этот вот может быть мешал нам а нижней вставлен был давай-ка еще раз все то же самое только без нижнего писюна так смотри соскакивает я думал ты этот будешь попробовать ровня это вообще надо выкручивать да может не надо ну как не надо а он хоть немножко держит он криво сейчас эти вообще не вставить так куда надо ты видишь не а надо наверно меня смотри наоборот туда надо наоборот туда надо наоборот туда надо никак не идет вообще ни один не идет борт ну твою мать опять рекламная пауза наоборот 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 не те винты не те винты что Вася сделал не те винты поставил да по харе ему толще слушай я чего хотел 32 я сейчас в трубочку поставлю винтики толще да так а куда я ее дел куда-то повесил а что это у нас удлинитель упал слушай я тут трубочку ложил на паёла где она трубку на паёла ложил куда она делась ну там нет ну водяная вот а ее кто-то уже поставил ты что ли кто-то гном залез и поставил я тебе орет еще кто-то кто-то поставил трубку я собрался поставить замучились же мы с этим коллектором осталось или остался вернее маленький нюанс вот это соединение соединить с этим вот вроде бы коллектор один и тот же а не получается здесь одно соединение на старом а на новом другое да здесь через штуцер а здесь через шар конус сейчас будем кумекать как это дело соединить чтобы было красиво так а где этот шланг давай а он его унес может трубу эту поставим трубу поставим может давай давай поставим трубу и останется у нас а у нас пробочки еще да пробки снизу две пробки да за 25 подам тебе газовый вот что-то у меня камера отстегнулась а я и не вижу вот то вот то вот то сейчас засунет куда-нибудь ну чё ты лезешь ну наживляй ты наверно сверху тебе там неудобно я потом потом я наживлю опа опа напомнил аккуратн якобы goal ну это а труд я RC ну а пользуемся газовым ключом потому что у нас в ящике всегда с нами принципе удобно конечно немножко другой раз гайки портит но если аккуратно то можно закрутить он влезает в ящик а уже взять допустим 65 ключ рожковый он уже в ящик не влезет и как бы проблема но я уже чуть резьбу не сорвал рукой тебе хоть тепло там нет наверху а что хорошо да почти хорошо тут еще есть такие вещи как уплотнение тоже надо ставить на место собирать разбирать что-то плохо с резьбой не у меня есть посмотрим старый пойдет нет странного только прогнал почему-то верхняя идет нормально а нижний почему-то не хочет что опять не так до каких-то пор слушай идет надо еще разочек наверно еще разочек ну-ка дай ка еще разочек что-то странно как-то вроде должен идти а он не идет а он не идет может действительно надо на дрель насадку взять сейчас ты взял слушай ну вот второй раз прогнал вроде бы пошел уже блин это мелочь столько время занимает вот так вот так вот хорошо так это сторона вроде все резиночки упирается будет плотненько а ты прогнал прогнать прогони еще раз еще раз прогони я два раза прогнал тогда пошел а с первого раза не хочет дать или давай я сам прогоню я прогнал так а что не идет дай я а насадочку подобрал подходит нормально я была такая и поставил а а ну видишь как хорошо не то что отверткой все ну тут конечно не хватает ну такой возьми у тебя же есть винтик закрути если не хватает так а что у нас с трубкой трубка пропала как я понимаю надо было мощность поменьше поставить хорошо надо так что у нас осталось здесь если трубка стоит диритик мы поставили новый все хорошо так трубка стоит все оттянуто осталось одно соединение и можно заправлять воду ну а потом если все хорошо и тосольчик зальем вместо воды пускай с тосольчиком работает так ну все ясно ладно точка а точка б соединить но у нас тем временем заправка водой идет пускаем воздух с коллектора ну а здесь соединили пока что вот так вот не очень красиво но временно пойдет так неудачно расположены штуцера друг от друга прямо против друг на друга на старом коллекторе было смещение здесь был штуцер трубочка была здесь вот такая можно сказать порно ладно вот казалось бы вроде коллектор все то же самое нет здесь на телефоне немножко другой угол пришлось прокладочек здесь побольше положить здесь поменьше так в общем то все собрали но еще вместе с коллектором прилипли на замену колорифера в кабине с напарником но уже поменяли сейчас заправляем так уже и конец дня сейчас уже и домой идти слышно как шипит хорошо идет воздух ну дай бог чтоб ничего не потекло ну что там в кабине нормально сухо сухо это хорошо и у меня вроде пока сухо ну еще наверно вода не поднялась так высоко чтобы где-то потечь ну новый коллектор теперь походит а то мы тут уже нормативы отрабатываем уже снимаем его за час ну вот ставить немножко больше получается время вот этот планец еще был на старом коллекторе как бы немножко по-другому приварен со смещением получилось мы еле-еле завели все эти болты много время потеряли так ну что ладно на сегодня буду видео заканчивать а сегодня что у нас 12 января я не знаю успеем мы сегодня полностью заправить водой или нет потому что уже надо заканчивать ну если что продолжим завтра ну а на сегодня все ладно всем пока не болейте спасибо 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 спасибо